Послушатели, ведущий этой программы, Эдвин Спути, готов вас поприветствовать. Здравствуйте, Эдвин. Добрый день. Ну и вы также присоединяетесь, Эдвин, сегодня в одиночестве, поэтому, наверное, будет с вами именно дискутировать, спорить и отвечать на ваши вопросы. Телефон прямого эфира 67-241-100. Эдвин, что волнует больше всего? Какая тема сегодня на повестке дня? Ну, наверное, самое больное, что всегда ведет и к раздорам, и к пониманию, как говорится, язык до Киева доведет. Сегодня, наверное, немногие туда хотят. Я сегодня утром прочитал статью господина Урбановича о языке. Очень мне понравилась статья, по сути, поскольку там много интересных толковых вещей. И прозвучала также мысль о том, что та партия, которую представляет господин Урбанович, не будет выступать уж больше никогда за инициацию второго государственного языка. Это позиция партии, это понятно. Хотя я всегда не понимал, зачем столько нам депутатов в Сайме, если у них одно мнение партии. По одному из каждой партии, ведь если у них одно мнение партийное, то зачем они там сотни сидит? То есть одни говорят, что они правые, другие левые, по сути, все прямые, да? Как бы ни было, в принципе, они работают на свою партию, на своих спонсоров. И это понятно, потому что кто оплачивает, тот и танцует девочкам. Так что я всегда говорил, что я мечтаю о том моменте, когда мы будем голосовать за представителей народа, а не представителей партии, либо любых других кружков. Они могут быть и это нормально, там и в разных кружках, и партиях, и хоть в комсомоле. Только мы же голосуем нормально за человека. Вот сегодня бы не было никаких проблем с КНАБом, я бы не должен был думать, говорить мне на какое-то название партии, не могу говорить. Я рассказываю о конкретном человеке, который, вот, по-моему, при определенных обстоятельствах был бы хорош на одном или другом месте. А тут мне надо думать, а в какой он политической партии? Ну, это же нелогично, по идее. Ну, так о языке. Вот времена оккупации мне вспоминаются, когда были и латышские, и русские школы. К сожалению, не было, там, других, скажем, там, польских, немецких, что было бы, по-моему, очень неплохо. Но вот сегодня нам государство говорит, что оно лучше знает, на каком языке за наши деньги надо учить наших детей. Ну, по-моему, какой-то тупой каламбур получился. Ведь это наши дети, наши деньги, и вроде бы мы должны решать, на каком языке им более или менее обучаться. К тому же этот процентуальный барьер, на котором обучают наших детей на родном и на государственном, все время перемещается в сторону государственного. Ведь они вряд ли станут говорить лучше по-латычески. Вот любовь, по-моему, со мной согласится большинство нормальных людей, прекрасные вещи. И украшает нашу жизнь, и делает ее краше. Но, как только она становится принудительной, это называется совершенно другим словом. Это называется изнасилование. Ну, и тоже касается и языка. Если у вас есть мотивация, вас интересует, либо выгодно вам знать ту ли иную информацию, ту ли иной язык, и пользоваться этим, конечно, вы будете стараться, чтобы он был в вашем арсенале. Потому что вы получите доступ к большей информации, вы получите доступ к большим возможностям. А если это вам единственное, что может дать это право у тех, у кого еще нет, и им это не желаемо. А гражданство, чтобы отсюда уехать и работать, кстати, не пользоваться этим языком, там уже этот язык не нужен будет, то это такая очень слабенькая мотивация. Но самое главное, то, что нам самим бы надо было решать, как обучать наших детей. Но ведь есть опыт, опыционного, так сказать, времени, я специально пользуюсь этим термином, потому что если было что-то хорошее, то этим можно и нужно пользоваться сегодня. Ведь никому не мешало, что рядом были вот две школы, я вот до восьмого класса учился, две школы были, одна выслала уже рядом через дом, одна русская, одна латышская. Знаете, вот ни драки не было никогда, никаких-то конфликтов, все было очень нормально, у меня пара друзей было хороших из русской школы, я думаю, и наоборот. Так что я думаю, что это нам решать, а не партиям, сколько языков, на каком языке наши дети будут обучаться за наши деньги. Ну вот я хотел бы, чтобы вы высказали свое мнение по телефону 6-7, 2-4-1-100, 6-7, 2-4-1-100, а пока музыкальная пауза. Докусионный клуб на 100.фм и ее ведущий Эдвин Спотти, который обозначил тему сегодняшней беседы, и я так понимаю, это двоязычное наше общество, ну оно более многоязычное, конечно, но в основном два языка используются в народе, и вот тот самый закон, который пытались протолкнуть 5 лет, по-моему, исполняется в этом году, назад, о втором государственном. Ну, пытались протолкнуть... Собирали подписи, так сказать. Да. Собирались протолкнуть, правильное слово, только собирались и протолкнули увеличенный барьер на референдум. Ведь, по-моему, глубокому убеждению, именно эта цель преследовалась инициаторами, не обязательно исполнителями этого проекта, а, скорее всего, его подбросили в уши, которые это хотели слышать, и реализовали. Ведь вы помните, что реклама «Спасай язык» либо латышский, либо русский, было с обеих сторон с немалым финансированием. Это финансирование было с обеих сторон. Стояли по ночам наших посольцев за рубежом, чтобы спасти язык от мнимой угрозы. Но, позвольте, вот я наполовину поляк в шестом поколении, и мои дети уже в седьмом, трое, все прекрасно говорят по-польски. Так что угрожало моему польскому, или здесь, на чужбине, что угрожало латышам в Канаде языку, либо в Австралии, где они были во втором-третьем поколении, а некоторые еще побольше. И если это просто такой плевок им в лицо, что, мол, угрожает их языку, они скажут, что посмеются, ничего не угрожает. Либо цыгану скажите здесь, в Латвии, что ему языку что-то угрожает. Он посмеется над вами. И прав будет. Потому что это все туфтология. Ничто вашему языку не угрожает. Угрожает что-то другое. Угрожает потеря конкурентоспособности. Ведь уже понятно, что наши товары не нужны на Западе. Мы были нужны как потребители. И как дешевая рабочая сила, как бы это обидно нам ни звучало, и даже с нашим хорошим образованием. Мы работаем там на Западе явно не по квалификации, а гораздо-гораздо ниже. И в принципе, либо за низшую зарплату, либо делаем те работы, которые местные делать за эти деньги не хотят. Но при этом говорят, что в нашей стране квалифицированной работе, чьей силы не хватает. Да, разумеется, потому что ту квалифицированную переделали не в квалифицированную, за чуть большую зарплату. То есть мы множим дураков, которым остается единственное, что уехать из этого. Деиндустриализация, депопуляция и дебилизация это три вещи, составляющие этой политики. Да? Звоночек. Слушаем вас внимательно. Добрый день. Спасибо, Машенька. Уважаемый Эдвин Виктор. В десяточку. Язык и конкуренция. Связка жесткая. И вот обратите внимание, любой медик с головой, тем более психолог, но не эти, конечно, прыщавые недолучки с сертификатами западноевропейских и заокеанских школ психологии. Там их подковали, конечно, правильно. Вот это правильно мы закавычиваем. Так вот любой скажет. Человек с головой, от медицины, от психологии, такой как супер-профи, Ариэль Резник Марков, как, к примеру, наш ребенок, как минимум, начальное отзывание должен получать в широком спектре и на родном языке. Широко и углубленно. И на родном языке вот эта система билингвальности это мощнейший удар. Это однозначно. Когда ребенок, не зная языка, изучает конкретные предметы, в особенности точные, на неродном языке. Вот тут конкуренция выбивается напрочь. Но это, кстати, им аукнулось в противоход. Русские по последним исследованиям гораздо лучше знают латышский, и они уже начинают задумываться, как бы вернуть русский русский детям из латышских семей. Вот именно поэтому и начинались разговоры полгода, год тому назад, вплоть до законодательных актов, что, мол, в русских, русскоязычных бизнес, предприятиях, фирмах, компаниях игнорируют к приему тех, у кого родной язык латышки, и они практически не знают русского. И вот тут мы приходим к тому, что детям целенаправленно наносится мощнейший удар по психологии, а это уже преступление. И если к этому подойти серьезно, то за такие вещи, это оговорено, кстати, в Латвии с републикой, с криминалой комс, психологическое насилие над детьми. Если серьезно подойти к этому вопросу, то кое-кого можно и определить в централочку, на пятерочку, на двадцать первую, на строгачок. Запросто. Поэтому пришли мы к этому очень продуманно. И это очень нехорошо. Это надо как-то менять. Это надо действительно разбирать и приводить в соответствие. И на стулы язык, конечно, он может идти параллельно, только параллельно. даже в садике и в начальных классах. Это не вопрос. Но именно параллельно. А основное образование, но как минимум начальное, только на родном языке. Тогда это полноценный, нормально развитый, здоровый человек. Все, спасибо. Удачи, Эдвин. Спасибо, Машенька. Я немножко не соглашусь с Виктором в том плане, что это было спланировано, чтобы дети не знали русского языка. Если говорить о латышах, мне кажется, это неумышленно произошло. Хотели, главное, оградить от русского, избавиться от него в Латвии, возможно, но вот как-то не получилось. От информационного пространства. От информационного пространства российского, конечно, чтобы... А это что? Это не только информация? В итоге вот вылилось в то, что мы видим. Уезжают дети, потому что здесь устроиться на работу невозможно. Ну и тоже, я, наверное, не совсем соглашусь, что только на родном языке, получая образование, что-то толковое из ребенка выйдет. Самое главное, чтобы он получил разнообразное, полноценное образование, и чтобы разные языки здесь присутствовали, потому что есть замечательные дети, которые учатся в специальных школах чисто на английском, допустим, языке. Все предметы, и тот же латышский, русский изучают, и из них прекрасные специалисты, хорошие люди вырастают. Не обязательно на родном. Главное на родном языке ты говоришь дома. Мое мнение такое. Конечно, а самое главное, что это нам решать, на каком языке наших детей за наши деньги обучать. Это наш выбор. В том-то и дело, что народ лишили права, которое ему принадлежало по праву. Право решать. И именно это право я хочу вернуть. А это также и право голосовать за своего представителя, а не представителя какой-то группы там партии. И не имея своего представительства в правительстве, мы с вами эти вопросы решить просто не сможем, потому что и депутаты лишены своего права на свое мнение. У него нету своего мнения, у него есть партийное мнение, которое он его оглашает, нажимая на кнопочку голосования, предварительно посмотрев на пальчик, который указывает, как ему именно следует голосовать. Звоночек. Да, слушай, а я вот с Виктором, с мудрым Виктором, я согласен. Это спланированная правля людей. так что я с Машей не согласен. Планированная травля кого? Латышей? Самих латышей травля? Зачем латвийскому правительству сделать так, чтобы именно латыши уехали? Я понимаю, они хотят, чтобы русских здесь не осталось. Начал в нашей стране Горбачев своими призывами к повышению национального самосознания. А Горбачев действовал по заданию Вашингтона, чтобы уничтожить нашу страну и строить людей в нашей стране. Пограбить всех. Что касается языка, язык это набор слов для общения. Если мы интересны друг другу, какая разница, какой набор слов мы составляем. И акцентировать на языке это проявлять фашизм. Шесть рабочих языков организации объединенных наций это основные языки, а остальные языки это, ну, пусть не обижаются, но это мусорные. И латышскому языку в берлоге не отсидеться. Язык, он живой, он постоянно меняется. Приходят новые слова, уходят старые слова. Латышские слова исчезли из обихода. И никуда от этого не деться. Можно много на эту тему беседовать, но чтобы строить людей планомерно, как сказал мудрый Виктор, вот такую дусь и вгоняю в бошки. Насчет строить с вами согласен, насчет того, что исчезнет вряд ли. Именно сейчас идет бурное возвращение к национальным ценностям, в том числе традициям, язык является одна из частей национального самосознания. Это самосознание можно использовать двояко, во благо и во вред самому народу. На данный момент это использовали во вред. насчет того, что это не вчера родилось, это точно, это я думаю, до Горбачева, минимум с 1953 года, а если еще точнее, с 2014-2015, то есть когда еще горячая Первая Мировая началась, а поскольку Первая Мировая не исполнила все свои цели, не уничтожила все конкурирующие империи, еще осталась Российская в виде Советского Союза, то Вторая Мировая должна была быть. Так что это длинный процесс. То, что язык исчезнет, не соглашусь. Если не исчезли языки при шведах, при поляках, при немцах, при русских, то вряд ли он так быстренько исчезнет. К тому же это очень древний язык вместе с литовским и он очень близок и латгальским. Латгальский и литовский самые близкие языки санскриту, одному из самых древних языков. Так что бабушка надвое сказала. А то, что используют, да, конечно. Ну вот я хотел бы еще сказать, чтобы нас не допустить до права решения этих вопросов, на каком языке говорить, сколько государств найти и так далее, и придумали эту партийную систему, которая не была в нашем основном законе. Это изменил Пятый Сайм, который, кстати, сам еще был избран совершенно демократическим методом, пользуясь еще старым законом о выборах, где в принципе могли участвовать любые списки, так оно и было. А потом они, когда уже уселись в эти удобные кресла в Сайм, чтобы огородить себя, то есть власть свою от любых конкурентов, они ввели и процентуальный барьер, и переписали закон о выборах, дав только право избирать по партийным спискам. Вот и все, и дверька захлопнулась. Потом еще наша система многодневки выборов и так далее, то есть полный непрозрачный процесс, решила остальное. Вот я вам зачитаю абсолютно спокойно, называя партии, поскольку речь идет о прошлых выборах. Наш Сейм. Есть такой портал ИР, которые говорят, что является рупором одной из наших латышко-говорящих партий власти, и по независимому опросу, отдав 17 тысяч голосов, номер один была партия Суверенитет. Вы хотя бы что-то слышали об этой партии? Да может кто-нибудь где-нибудь. Ни в одних опросах официальных она вообще не появлялась. Партия Венуа получила только 1756 голосов, то есть в 10 раз меньше. Латвия с Атой с Тибой 845. Бриф с Нобайлэйм тоже наверняка не слышали об этой партии 11594. Венуа и Латвии 830. Национальное объединение, хотя это латышское абсолютно место, где бы заходили голосовать, только 2985, то есть неполные 3000. Региональное объединение 6349. Новая консервативная партия, которая, по-моему, там на выборах ничего не набрала, 5585. Русский союз 719. Еще раз повторюсь, это латышко-говорящее место, где, в принципе, латыши заходят. Согласие 812, зеленые крестьяне 722, и Нуасир с Латвией 1467. Напомню, северенитет 17000. 17000 проголосовали, а мы не набрали там даже до 2%. Так вот, ну, после этого хочется идти на выборы, да, вряд ли. И поэтому надо вернуть право решать, право голосовать за представителей народа, а не за представителей какой-то псевдопартии, которая в выборе, скорее всего, потасует под необходимый результат. как и на СЭИМ, так и на самоуправлении. Так что система работает. Ну и пока послушаем музыку. Звоночек. Звоночек берем, да. Говорите. Говорите. всем в студии, Эдвина, слушаем мы вас уже почти месяц, так сказать. Очень хорошо поняли, что надо конституцию менять, так сказать, есть систему менять. про вас практически я бы поинтересовался, никто не знает. Капитан Немо звучит красиво. И вы бы рассказали, вы бы ходили с плакатами, бороли, какие результаты, что вы на плакатах писали. Героические ваши поступки народ должен знать своих героев. Но про вас практически ничего не известно, а люди должны за вас голосовать. вот в прошлый раз на выборах Русский Союз в Латвии там получил полтора процента. Почему? Потому что практически не общался с аудиторией, про себя не рассказывал, про свои планы. А мы должны знать каждого человека, какие яркие страницы вашей биографии, где вы стояли на баррикадах, за что вы голосовали, так сказать. Это вы должны нам рассказать, если, конечно, вы хотите, чтобы за вас отдали голоса, потому что многие, насколько я поинтересовался, понятия не имеют, кто такой капитан Немо, как он боролся, так сказать, и в чем его героические заслуги. Спасибо. капитан Немо, пускай сам про себя расскажет, то, почему не общался русский союз, тоже не знаю. Но это денег тоже стоит. Чем больше партия общается, и чем больше они слышат, тем больше у нее денег и спонсоров. было оплаченный эфир, я спросил у господина Митрофанова, почему мы не идем, потому что когда был совершен переворот партии суверенитет, я думаю, цель ее ликвидации, потому что на сегодня она ликвидирована, чтобы вы не услышали больше никогда о ней. И ответ был простой, что, в принципе, на латышские СМИ ходить не стоит, потому что все равно нас там заклюют. Ну, меня этот ответ не устраивал, да и на ней устраивает сейчас. Я всегда иду в любую аудиторию, даже заведомо знаю, что, может быть, буду принят не овациями, а наоборот, но всегда стараюсь донести свое мнение. А зовут ли в любую аудиторию, и особенно перед выборами, если дискуссионный какой-то клуб собирается разных партий, то только 5-6 партий самых ведущих. Да, и даже на ТВ-24 Рига, где я участвовал в дискуссии, сначала в один день были так называемые партии, которые заведомо по каким-то там липовым опросам не возьмут барьер 5-процентный, а потом уже на следующий день то есть серьезные, за которые стоит голосовать, то есть нам уже говорят, какие партии пройдут. Ну, в принципе, это тоже, по-моему, является абсолютным зомбированием общественного мнения, не говоря об этом, что открыто говорят, что вот за этих не стоит голосовать, потому что они и так иначе не придут в барьер, и ваш голос будет потерян. Ну, то есть, еще так, и несмотря на всю эту липовую пропаганду, то, что я вам зачитал, а ссылочку я скину под этим видео на ютубе, ТВ Ригу легко можно найти, я скину ссылочку на этот опрос, и каждый может убедиться, что эти цифры действительны. И такая же картина была на выборе Вера Парламент, в которых я участвовал от партии Суверенитет, и был на дебатах на центральном телевидении, предупреждал об этом, что происходит, говорил об этом, что куча нахлебников, которые съедают все, что мы можем произвести, и не дают нам честно конкурировать, нас доведет до той жизни, до которой я довела. Но что меня совершенно не радует, что я был прав, потому что нам с вами жить в этом государстве, в этой земле. Почему я вообще пошел в политику? Потому что один сын у меня уехал учиться в Лондон, на архитектора, вроде бы выучился, получил образование. Ну что, думаете, что архитектором работает? Ну, конечно, нет. Работал официантом, пока перебрался в Берлин. И тоже там занимается своим делом, но явно не архитектурой. Кстати, также и его однокурсники. Зато у него и у всех остальных уже висит хороший кредит за образование, который надо отдавать. Ну, это и является система, чтобы загнать не только нас, но и все государство в кредит и обслуживать, то есть выплачивать проценты. Это является основная цель, потому что если у нас отбирают деньги, они должны где-то утекать. Надо понять, куда они утекают. Очень просто, посмотрите, самые прибыльные предприятия в нашем государстве. Это являются банки. И не только наши заграничные, других у нас нет, как я говорил, банки, но и европейские центральные банки, федеративно-резервная система, через которые деньги за эти обслуживания долгов вытекают из нашего государства. Плюс все фирмы заграничные, которые здесь свою прибыль не оставляют, разумеется, перекачивают к себе. Вот это является тремя гигантскими насосами, которые наши ресурсы и плоды нашего труда перекачивают за границу. А обо мне Edwin Sputty ничего проще. Просто наберите в гогло Edwin Sputty либо хаштаг Edwin, то есть решеточка Edwin, и получите кучу информации о партиях, где я сейчас и был, и где ходил, и с какими плакатами. Но Edwin, это как-то скромно. Не у всех же есть интернет. Можно было бы как-то себя и похвалить. Ну, я начну с другого конца. Я был настолько наивен, что 15 лет назад вместе с Айнером Шлессером, вернее, поддерживал то движение, я был наивен, думал, что это может что-то изменить. еще в его первом проекте Яуна партия. Потом я был избран от партии пенсионеров Латвии с Акмодой, в председателе, который я переименовал на рижские самопроволенческие выборы на Ригес партию, вот у меня еще рубашка на мне с надписью Ригес партия осталась с тех времен, которые потом в Конгрессе переименовали на партию суверенитет, которую коротко перед выборами поменяв все правление, то есть большинство незаконно, потому что большинство даже ничего не знало об этом, что вроде бы какой-то Конгресс или что-то собиралось, пропустили через регистрацию это положено, но скорее всего сфальсифицировано все было, да дела давно в минувших дней, да уже не важно, партии нет, партии ликвидировали. Я вступил в партию опять не могу сказать, куда вступил, и сейчас являюсь членом правления. Ну и как я уже не раз говорил, я не за то, чтобы вы голосовали за партию нашу либо чужую, я за то, чтобы вы задумались об этой прогнившей системе, во-первых, чтобы вести видеонаблюдение в однодневных выборах, ведь это введено в таких тоталитарных государствах, я так иронизирую, как в России, и на каждом избирательном участке стоит видеонаблюдение. Это небольшие деньги для нашего богатого и опять иронизирует государство, если мы на мосты и другие миллионами тратим, то пару тысяч на видеонаблюдение во всех участках мы можем потратить. Если будут однодневные выборы, это уже шанс. Потом, если у вас будет возможность у народа голосовать за представителей народа, то есть невзирая на партии, которые выдвигают их спонсоров, это будет совершенно другая вещь. То, что говорят, что вот литовская система, где половина, мажоритарные одномандатники и партийные, то вот я вам задаю мариторический вопрос. Если 50% партийных, которые 100% контролируются их спонсорами, то из 100, сколько вам надо депутатов купить, чтобы провести свой закон? Я знаю, что все поняли. Одного депутата. То есть 51% гарантирует провод желаемого закона, через парламент. Партии и так регулируются показать пальцем, как им голосовать, плюс один купленный депутат, который проголосует тоже за необходимый закон. У нас звоночек. Да, слушаем вас. Выключи радио. Знаете, вот вы довольно часто можете довольно убедительно говорить своих слушателей о том, что надо выбирать представителей народа. Вот, кстати, здесь затронули мажоритарную систему. Наверное, если бы у нас было вообще стопроцентное избирание депутатов по мажоритарной системе, это была ваша мечта. Но вы или идеалист, или сознательно людей в заблуждение вводите. Понимаете, вы были хоть на одном собрании, например, членов кооператива, любого, гаражного, или там, например, сборище жильцов дома, которые, значит, не принадлежат никаким партиям, а предоставлены сами себе и представляют сами к себе. Это, извините, будет не сейма, веселуха. Там нужны нормальные политические взгляды людей, понимаете, и партия здесь, вы не виноваты, что у нас такие партии, да, они должны быть нормальными. А когда будут люди, представленные сами себе или понравившиеся народу, они будут просто не в состоянии принять вообще ни одного решения, понимаете, это будет просто цирк и самолюбование с самим собой. Поэтому это путев никуда. Спасибо. Спасибо за вопрос. После этой веселухи кооперативной я был на очень многих собраниях. Избирается правление, где уже люди, которые были на этом первом собрании, поняли, которые люди из этого всего собрания могут их представлять. Они ведь не поделились на партии в этом правлении. Вот один представляет одну партию, другой, третью. Нет, они все представляли интересы всех, которым в этом кооперативе. Так что сравнение очень неплохое. В семье, чтобы решить, будь она даже очень многочисленная, там, 20-30 человек, что надо поделиться на партии, вот, эта часть, понимаете, сладгалия у нас, это вот оттуда, и вот так будем решать. Нет, вот скопом или представители той семьи, части семьи решают вопрос во благо всей семьи, а не во благо какой-то части этой семьи. Ведь в этом весь смысл представительства народа, а не представителей части, если бы, благо, чтобы это была часть, но это ведь никакая не часть, это частичка очень маленькая. Если вы посчитаете людей, сколько в этих партиях, сколько попадают в парламент из этих партий, да еще сколько в правящую коалицию, то представители этой части будет 0,0,0,0,1% всех жителей. Так о чем мы говорим вообще, кого они представляют? Они представляют только себя и своего спонсора. Ну, Куб Эдвин Спутти сегодня отвечает на ваши вопросы и дискутирует вместе с вами 67-241-100. Ну, так возвращаясь к тематике. Я ведь тоже был наивен, ничего человеческого не чуждо. Мне тоже касалось, что одна или другая партия может что-то изменить, либо человек в этой партии что-то изменить. Потом уже со временем начинал понимать, как работает система. Мне обычно везло с учителями по разным направлениям и политика не была исключением. Я сегодня считаю, что мне очень повезло, что я встретил такого человека, как Йохана Дануса. Ему сегодня уже 95 лет. Кстати, один из руководителей Атмоды, который прекрасно знает все процессы и видел, участвовал в них, как это и что происходило. Учитывая его возраст, он не понаслышке знает, как работало межвоенное правительство, межвоенное САИМ до переворота Улманиса. Родившийся в семье балтийских немцев, был под той пропагандой, которая была перед двойной и во время, и восхищался речами Адольфа Гитлера. Сегодня он говорит, что не понимает он, как это могло его захватить, поскольку он прекрасно владеет разным языком, в том числе немецким, и читая сегодня те речи Адольфа, над которым он восхищался, он не может понять, что его так завооружило в этих речах, в которых практически ничего толкового не было. Но так возвращаясь к закону, ведь если это работало, а это работало, можно сегодня посмотреть документы Сайма обсуждаемых и принятых решений вопросов, то речь о том, что не могли договориться, не имеет никакого покрытия фактов. Именно наоборот была работа очень конструктивная, но не могли провести вредные для народа решения. Это было невозможно. Ведь те же люди, если меняется законодательство, меняется система, ведут себя абсолютно по-другому. Я уже говорил в одной передаче, что те же люди, которые были коммунистической партией Латвийской республики, поменявшись законодательству и ставши народным фронтом, начали себя вести абсолютно по-другому. Так что не в людях, а в законах дела. Ведь то, что было наше всеобщедоступное и бесплатное, стало дорогим и платным, и то, что было государством, стало их частным и личным. Потом это было продано иностранным корпорациям за бумажки, которые, в принципе, их филиалы и печатают. Так что те еще олигархи, которые у нас остались, я думаю, они об этом знают, либо догадываются, не являются никакими хозяевами этих ресурсов, а просто коротковременными администраторами, которых, скорее всего, откупят, напечатают нужное количество бумажек и перепишут уже на корпорации. Ведь с такой корпорацией, какой был Советский Союз, это была корпорация, которая работала, не хуже любой другой корпорации. Конкурировать было сложно, но его раздробив, можно было поделить по частям, приватизировать, но нельзя было сразу корпорации перенять порты, заводы и территории и ресурсы. Надо было, чтобы произошла приватизация под любыми предлогами, чтобы это было передано частным лицам, частным компаниям, которые потом заводят в разные кредитные ловушки и любят другими, просто тупо повышая налоги до того, что не могут держать, как Лепа с металлургси. Все заводы можно перечислять час подряд, то, что все уничтожили разными методами, в том числе отделяя нас границами от рынков сбыта и партнеров по кооперации. Так что это была целесоднаправленная деиндустриализация, депопуляция, то есть то, что мы вроде бы сами решили отсюда уехать, это тоже не является правдой. Это создали условия, при которых мы вроде бы сами приняли такое решение уехать. Ну и дебилизация, в том числе, как мы начали о языке, то сейчас уже понятно, что на Западе наши товары не нужны, да и люди скоро не нужны будут, потому что наплыв с других стран, в том числе с Украины, где война уже миллион триста в Польше украинцев, так что наша конкурентоспособность будет зависеть в том числе от сколько языков и какие языки мы знаем. И то, что наша молодежь не говорит, не пишет, не читает по-русски, это грандиозно уменьшает их конкурентоспособность и это возможно и была цель, чтобы убрать конкурента. Ну, спасибо на этом часе. Да. В следующем часу